Скай гейминг против фрибса и тактик, с вами Рухаб, с вами Кристалл Мэй, с вами Ухо, всем здарова. Привет, дорогие мои, привет, Димон, я надеюсь, что у вас хорошее настроение, вы запаслись попкорном, чипсиками, пивком, а не знаю, кто-то может быть потяжелее берет какие-то штучки. Сегодня вторник, ну куда, ну ты чего, чайка немножечко там, в ливьяночке, немножечко. Не все же работают по расписанию и по графику, у всяких, вот у меня, например, независимая дня недели, я могу упороться вечером, как и, в общем-то, все равно завтра не нужно на работу, это главное достижение в моей жизни, что не нужно ездить в офис и сидеть там терпеть. SK Gaming против Flipside Tactics, у нас уже фактически финишная прямая в этом сезоне, эти парни для себя фактически уже решили все вопросы в этой лиге, ну, за исключением, наверное, все-таки Flipside, им нужно бороться сейчас, очень важно брать очки, бороться за выживание. Flipside сейчас находится на предпоследнем месте, и вот эта игра очень важна с точки зрения турнирного положения для Flipside. Поехали, пистолеточка, Flipside уже заняли middle. В любом случае, никто не выйдет, поэтому я медсместал на финал, так что здесь скорее борьба за не предпоследнее место. AC тем временем держит вместе с Моди Аплэнт, выход с коннектора, и Блэйд осиливает AC, Моди остается соло на дальпоне, его нужно выбивать и ставить бомбу, соответственно, фриз получает по щам от Бондика, Мэджик Бой остается соло против четырех игроков Flipside Tactics, очень быстрые и хорошие выходы от F3, и Мэджик Бой, Мэджик Бой, магический, магический мальчик из Дании должен здесь показывать что-то невероятно, что вытащить раунд, вместо этого он просто берет 5-7 и засейвит свой первый армор. Ну и отличная работа от Flipside, довольно-таки быстро они сыграли, основная масса игроков двигалась через middle, и, в общем-то, мы видим, что Flipside фактически без потерь потеряли только одного Марика, остался у нас Мэджик Бой, который, на самом деле, по-хорошему было бы засейвить здесь армор, который у него остался, еще и 5-7, отличное, в общем-то, дополнение к следующему раунду, все равно уже СК этот проигрывает, Мэджик Бой загоняет здесь Бондика, и в конечном итоге все-таки он выживает, но Flipside, главное для себя, выполнили в этом раунде, они взяли пистолеточку, ну и неплохое начало для украинского коллектива. Ну, вообще, Мэджик может быть доволен собой, сразу видно, кто хочет играть в этой команде, кто нет, ну, вообще, 18-летний, самый-самый молодой парень из СК Гейминга, здесь, в принципе, великовозрастных вообще нету, здесь все более-менее, там, 21-22, по-моему, максимальный возраст участников, что касается Flipside Tactics, здесь есть олдскульные парни, есть и более-менее молодые, но что касается первого раунда, мы видим, что все получилось очень-очень уверенно, очень спокойно, нигде, буквально нигде не остановились Flipside Tactics, просто зарашили мидл, вышли через коннектор за контроль в точку А, и поставили бомбу, и все у них было замечательно. Что касается этого раунда, начало было положено при помощи Блейда и УЗИ, который был ИС, и тем временем Маркелов находит голову в Мэджик Боя в апартаментах, и все очень просто, потому что СК Гейминг остается вторым против пятерых игроков. Flipside Tactics, и теперь нужно показывать какие-то суперкульбиты Фрису для того, чтобы хоть что-то изменить, Пим погибает, и Сутенер оставляет свою команду без Капитана, Моди вместе с Фрисом все еще ждут своей участи, а участь у них простая, скорее всего, сывить свои ЦЗшки 5-7 плюс старую армору Моди. Флипсайды, кстати, вот вчера в рамках другой лиги обыграли команду СК Гейминг со счетом 2-0. Вот такая инфа у нас есть интересная. Обыграли они их на Кэше со счетом 8-16 и на Коблстоуне со счетом 12-16. Ну и флипсайды имеют, я думаю, как минимум хорошее преимущество в плане психологии, мол, парни, мы вас вчера ушатали и сегодня тоже ушатаем, а очки здесь очень важны для флипсайдов, для того, чтобы остаться в этой лиге, не вылететь и, соответственно, принимать участие уже в следующем четвертом сезоне. Даст Боженька он также будет, и мы также будем его комментить для вас. Что значит Даст Боженька? Он будет 100% без вариантов. Ну это ESL, я имею в виду, у ESL слишком большие, так сказать, возможности для того, чтобы не устраивать чемпионат по Counter-Strike. Мало того, они слишком много вложили в этот, так что я не думаю, что они будут что-то делать. По вопросу о предыдущих матчах, то есть вчерашних, ты все правильно сказал, у нас Севу, они проиграли 16, 12, 16, 8, если я не ошибаюсь, и там были две карты, которые не сегодняшние, то есть, наверное, единственная надежда SK Gaming не повторить вчерашнюю историю, это то, что сегодня у нас играется Демираж и Детрейн, а вчера игрался Кобблстоун и что-то еще. Кэш. А, да Кэш, да. Ну, в общем, по сути своей тоже пустыня, но все же совершенно другие карты, и по этой причине Flipside Tactics еще теоретически говоря могут здесь проиграть. Хотя, конечно, абсолютное большинство и наших зрителей, потому что мы на СНГ стриме сидим, и, в общем-то, людей, которые ставили свои ставки, они уверены в том, что F3 повторят историю, и, в общем-то, SK Gaming проиграют и эти две карты. Хотя, опять же, да, сказать то, что одна команда намного сильнее другой, не скажешь. Особенно если брать то, что Flipside Tactics в нынешнее время находится на последней строчке данной турнирной таблицы, и шансов на выход в ланд-финал у них не только нету, они могут, как ты правильно сказал, вообще не выйти, точнее, вылететь из этого дивизиона, влететь вниз, и, конечно, это вообще никому не хочется. Хотя, с другой стороны, Flipside Tactics, в принципе, может быть, это и заслужили. По сути, это две команды аутсайдера этого чемпионата, SK Gaming KF3. Тем временем у нас... Выход наш. С Flipside, заняли middle, Blade уже через коннектор чекает точку А вроде, как говорили, что здесь тихо и спокойно, Шара там перестреливает с боем. Боже мой, Magic, что это сейчас было-то видел? Он семь патронов стрелил в Шару, Шара все еще не умер, причем Шара был практически в упор от него. И Blade выходит на Ninja, там Молди, и тот погибает, в общем-то. Единственная надежда, наверное, на фраг и на минус хоть какие-то выбилы девайсов, у SK Gaming был именно от Magic Boy и его позиции в апдауне. Ну и Blade довольно-таки четко отыгрался, своим МАК-10. Он вот за счет того, что легкий девайс, которым быстро можно бегать и стрелять очень хорошо, он прочекал точку А, сделал один минус. К слову, у SK Gaming у нас был всего-навсего один игрок. Ну и Flipside сейчас начинают со счета 3-0. Очень хороший задел для того, чтобы выиграть на этой карте. Всегда приятно начать с выигранной пистолеточки. Бай у нас, естественно, у SK Gaming. Ну и Freeze, штатный снайпер у SK, как раз приобрел себе снайперскую палку. Ну и медленно начинают Flipside, и пока не торопятся. Шара откидывает миддл, какие-то гранаты. Но при этом мы видим, что Blade и WorldEdit, также бондик на коврах, уже создают какой-то экшен на точке А и пытаются вычислить здесь. Мажет Гоша с АВП. Ему прилетает отличный дым, ну и Flipside вынуждены отступить. Вообще, если они сейчас вернутся со своими раскидками на Аплент, то будут большие проблемы, потому что Freeze сейчас усиливает своим АВП. Не окно, а передвинулся на Дейпон, что означает, что они в травм здесь будут принимать Аплент. Что касается Pimple, он пока что контроль топ-даун. И Flipside Tactics двигаются пока что просто на контроль карты. То есть они выдвигаются обратно на миддл, который они в самом начале не контролили, а давали его под контроль снайперской винтовки Freeze. И теперь, можно сказать, они просто поменялись местами с Волдой Дидом, который изначально смотрел Аплент, потом сейчас передвинулся на миддл, и снайперская винтовка Freeze передумалась обратно с мидда на Аплент. Маркелов, тем временем, кидает Молотова на шорт. Скорее всего, это будет выход все-таки на Аплент. И здесь очень-очень хорошая позиция, в общем-то, у команды защиты. Моди целых четыре игрока, по сути, могут мгновенно оказаться на Апленте. Два из них, по сути, уже находятся там. Моди сидит на хэлпе на джангле, сейчас зонирует при помощи смоков эту позицию. И у Эйси, у Эйси очень-очень важная часть работы должна быть, но он ее не исполняет. Бонтик с ним справляется без проблем. Шар тем временем откидывает снайперскую винтовку Freeze. Моди неплохо сражался против Блэйда, но дальше его спина стрелял Маркелов. Мэджик вместе с Пимпом остается вдвоем против двоих игроков Flipside Tactics, которые должны поставить в скором времени бомбу. У них остается 16 секунд, но Мэджик выбивает шару, и Бондик остается один против двоих. Причем у него ужаснейшее положение по времени, часики тикают, 8 секунд у него осталось. Он все-таки поставит эту бомбу, но его будут пытаться простреливать через эти бочоночки и Бондик. Бондик, точнее, ящики прошли вращения на факт, остается фактом то, что Мэджик бой вместе с Пимпом оформляет минус 2 в позиции, в которой Flipside Tactics уже смогли законтролировать Аплент. Но ретейк был мгновенный и очень-очень грамотная работа от молодых датчан дала о себе знать, еще становится 3-1. На самом деле круто, здесь действовали Flipside, они сразу же сделали... Ну, не сразу же, то есть через какое-то время, когда начали заходить на точку А, сделали два минуса и в меньшинстве находились СК, но очень хорошо поработали в ответ датские парни. И в конечном итоге мы видели, что Бондик остался один против двоих, бомба была установлена. Естественно, у Flipside по деньгам все хорошо. WorldEdit опять же играет с АВП, Freeze также с АВП, у Моди проблема с экономикой, есть FAMAS, но в целом девайсный раунд для SK Gaming довольно-таки полноценный. Flipside начинает этот раунд в таком же расположении, в такой же тактике, как и было в прошлом раунде. Два игрока на спуске, один на коврах. Один игрок контролит мидл, там, видимо, ждет агрессивно поджать. Очень-очень, на самом деле, опасный момент для WorldEdit был. В этот раз Жора смотрит не яму, он вышел на мидл, и сейчас уже Freeze во второй раз, в конце концов, его пристрелил. И это означает то, что SK Gaming начинает с того, что имеет превосходство в одного человека, и мало того, Flipside Tactics потеряли снайперскую винтовку. Правда, в предыдущем раунде она не то, чтобы очень круто играла, но все же факт остается фактом. Мэйси, привет Блэйду, капитан команды, Flipside Tactics. Создает с 5 хп, убивает одного, но Моди сразу же приходит на размен. Моди еще и оформляет шару, Маркелов вместе с Бондиком в критической позиции, при этом нету контроля над бомбой, но Бондик все-таки справляется со стрельбой по Моди, но тут приходит Freeze, стреляет из-за ВП, попадает по ноге Бондик, у него остается 16 хп. Тем временем Маркелов выходит с коннектора, смотрит лево-право, вверх-вниз, не знает, где оппонент, и на самом деле предполагает, что Magic находится на миде, ну и Freeze, соответственно, выдал свою позицию при помощи стрельбы по Бондику с Дельпана, его пытаются зонировать при помощи Молотова, и Маркелов вместе с Бондиком сейчас будут устраивать веселье, потому что у них проблемы с хп, с другой стороны у Magic и у Freeze мало раскидок, есть Молотов, есть флешка, и Freeze оформляет, в конце концов, Бондик, и Маркелов с ВП, вы сами знаете, это возвращение легенды сейчас, если он все-таки сможет что-то сделать, то у народа просто в чате сейчас будет взрыв. Так, Маркелов, смотрит яму, смотрит следующий Magic Boy, промахивается, но где же, где же возвращение-то топового, а имя, точнее, топового снайпера, 1.6, в конце концов, не произошло, 2.3, СК Гейминг оформляет этот раунд за счет точной стрельбы снайперов Риса. Ну и немножко не заехало для флипсайдов, не повезло на расклады, опять же, ситуация была 2 в 2, при этом флипсайды действовали точно так же, как в позапрошлом раунде, шатали точку А, делали минуса, навязывали размен, но немножечко не заходят, вот именно в плане микроситуации, флипсайды пока проигрывают, но при этом уже мы видим, что СК совершает мини-комбэк, берут 2 раунда подряд в ответ на 3 от флипсайд, и, естественно, все неплохо у них в экономике, СК сейчас играет довольно-таки пассивно, никуда не торопится, при этом расположение ближе к медлу, есть укрепление, Фрис сейчас вообще смещается на точку Б, при этом есть также Пимп, который играет в доме, ну и фактически отдана точка А, один игрок там в моде играет в нычке на плейнте, но и флипсайды не торопятся, играют медленно, пока пытаются вычислить, где-то, может быть, поймать кого-то на ошибке, ну и вот WorldEdit, мы видим, занимает сейчас мидл, вроде как флипсайды контролят эту точку, и очень удобное сейчас расположение игроков, чтобы сплетануть точку Б, и, кстати, у СК как раз там находится большинство игроков. Фрис, неужели ему не дадут флешку и не выйдет от него, но Б, реально сейчас мог погибать без проблем, но WorldEdit пришел и рассказал все, что он думает о Фрисе, Пимп принимает шару, который убежал на обдаун и не прочекал просто-напросто эту позицию адекватно, Пимп воспользовался ситуацией, убил его, и контроль пока что приписать тактик с надмином тотальный, и спинку Маркелов мог бы почесать немножко Пимпу, но в конце концов у него это не получается, на Апланте остается только один Бодди, его можно очень-очень быстро выбить, и посмотрим, что он здесь сможет противопоставить, напомню, он в предыдущий раз мог сделать с помощью Памаса даблкил, но не случилось, и сейчас Бондик убивает еще и Модди, и Пимп отправляется на тот свет, точно так же, как и его тиммейт, Мэджик, салапом, стреляет на WorldEdit, и подобрался у тиммейта, уже упавшего на шорте, ну и в общем-то мы видим то, что Датчану надо будет делать ретейк 2 в 3, это, конечно, довольно сложно, особенно если брать то, что Клипсай Тактикс примерно представляет месторасположение противника, Эйси вместе с Мэджиком обладает АК-47, так что будут штурмовать, и Эйси, Эйси не чекает хелпу, Маркелов в углу, без проблем отстреливает в голову, потому что Эйси не проверил этот маленький закуток, и Мэджик, Мэджик, остался с АВАПом, отстреливает Маркелов, в конце концов попробует засейвить этот AWP, через флешку будет выходить на Блейда, который просто-напросто его закрыл здесь, но он будет ждать, когда Бондик придет и подожмет, нет, Блейд все-таки откроется и сделает этот фраг, и счет становится 2-4. Ну и отлично работает Флипсай Тактикс, они все-таки сломали вот этот вот небольшой напор от СК в виде двух раундов, мы видим, что в конечном итоге они распечатали точку А с третьей попытки, два раза у них это не вышло, а сейчас все получилось очень даже неплохо. Но СК Гейминг делает такой бай, как ты говоришь, ол-ин на все деньги, бай мы видим очень плохой, две ЦЗшки, Скаут, Фомас и Эмочка, но тут на самом деле будет сложно взять такой раунд, тут единственный момент, если Флипсайды ошибутся, и сами покажут какие-то, ну вот просто запорят этот раунд, тогда СК могут его взять. Ну и СК сразу же отлично действовали на А, только что Силинс Моди поджали Яму, это очень хорошее и вовремя правильное решение, которое сейчас позволит полкарты просто контролировать вот банально вот таким вот поджимом. Ну и подсаживают... Они... А, тут просто два дэшечка, непонятно, что они... Фриз, какой расстрел! Слишком, слишком халявный фраг, хотя отличный тайминг, опять же, от Фриза позволяет сейчас делать этот опенблей, тем временем вышел убивать Мэджик Боя, но не тут-то было, с ним разобрались без проблем, Аркелов тем временем убивает датчайна молодого 18-летнего и залезает на белый, пробивает Фриза, но тот отвечает точным хэдшотом. Бондик тем временем хороший спрей по Эйси Моди, достал СЗшку, у него в руках был еще и скаут и справлялся с шарой. Бондик остался один против двух игроков из КГМ, у которых имеется контроль над этой бомбой, которую Бондик придется убивать. Так вот, я хотел еще поговорить, пока тут Бондик постепенно движется, хотя нет, даже не будем мы ни о чем другом говорить, потому что Бондик очень-очень уже близок к Фрису и... Оу... Оба игрока ошибаются, Фрис играет пассивно, пытается вынести своего оппонента на Б-плэн для того, чтобы подставить под Моди, и Моди очень грамотно играет здесь ситуацию 2 в 1, и таким образом Flipside Tactics проигрывает очередной. Так вот, по вопросу экономики, если вы заметите, тот момент, когда СК Гейминг брали два раунда, то есть они выбили две пачки девайсов, у Flipside Tactics все еще осталась экономика, чтобы купить еще себе АБП и еще АК-47-е место вторыми арморами, там, правда, уже были не фулловые раскидки, а как только Flipside Tactics забрали раунд, у СК Гейминг снова не было денег. Да, денег не было, и они взяли сейчас очень плохой бай, там, я же говорил о том, что Скаут, МК, ЦЗ-шки, все плохо было, очень плохо, и Flipside на самом деле немножечко вот поторопились, видимо, с выходом на Б, потому как закрытая точка, которую довольно-таки сложно атаковать, но парни решили пойти туда, и СК как раз очень четко отработали на этой позиции. Ну и мы видим, что ответочка от Flipside, также бай, очень пограничный, но тем не менее он есть. Два Тека, два Калаша и Галил. Опять же, медленно играют Flipside, и никуда не торопятся, пытаются вычислить, может быть, какую-то агрессию, ждут от команды СК, и что самое интересное, СК вот поменяли немножко свое расположение, сейчас они играют втроем на точке А, судя по всему, они сделали какой-то вывод, и стоят, о-о-о, как хорошо схавал борща только что, фриз в мидле, тут же Блэйд с коннектора пытается сделать минус на А, но ничего не выходит, Flipside, и судя по всему, пытаются расшатать точку А, и как раз сюда зайти, и СК гейминг очень вовремя сделали вывод, и укрепили эту позицию, судя по всему, сейчас они читают просто Flipside. Тут вопрос еще в том, что они поняли, что вообще Б-Планет не используется Flipside Tactics, и сейчас вот это усиление втроем может принести невероятные дивиденды, Сейси смотрит Бондика, Бондик с ним справляется, опять же у Бондика шикарнейшие выходы, еще и голова Моди полетела далеко и надолго, Пим тем временем межглавок был пойман, и изнасилован Фриз тем временем с Magic Boy, там два ствола его приняли без всяких проблем, и Magic Boy выходит на Дельпан, Фриз смотрит на хелпу, если кто-то оттуда придет с джангла, и они даблой пойдут выбивать без раскидок, смог с Дельпана с 38 хп, по-моему, слишком, да, слишком, слишком позитивное мышление у этих парней, ну, конечно же, они здесь не выиграют никаким образом, только если Magic оформит еще минус 2, хотя это практически невозможно, и опять же Маркелов может сыграть через флешку сейчас, Magic, Magic, ну привет, Magic, ну тут как-то совсем наивно поступили игроки SK Gaming, нужно было, чтобы Flipside Tactics просто зарашили этих двух пацанов, и, не знаю, сели прям на их стволы в упор, ну, не знаю, так должно было случиться. Я заметил Бондика, который, ты видел, как он вышел с ковров, сделал два минуса, в принципе, он фактически один вскрыл точку, и потом между сделал минус также, по-моему, Шара, если я не ошибаюсь. Ну, классно, Flipside, несмотря на то, что SK Gaming укрепили точку А, Flipside зашли на нее и ушатали, при том, очень круто остались в ситуации 3 в 2, отрезали дымом точку Делпана, да, хелпу, так называемую, с Эспа. Ну, и опять, вот мы видим, Эсилиан все-таки не выдержал, решил подпушить метро, и там умер от Блейда. И опять SK Gaming опять делает в ответ форсбай, опять же, они будут с очень плохими девайсами пытаться забрать раунд, и, судя по тому, что Flipside как сейчас двигаются по карте, они заняли мидл и контролируют, в принципе, большую часть карты, и, судя по всему, как раз заход опять же будет на Б, и опять вот, когда плохой бай у SK, решают Flipside идти на Б. Посмотрим, там Magic's Boy играет в упоре, у него очень важная позиция, если он сейчас сделает килл, то SK может зацепиться за этот раунд. Может быть, опять же, перетяжка будет довольно быстрая, мы видим то, что Пимп уже работает по ней, Маркелов получает маслиночку в голову, с UMP-шки меняет на АК 47-м, но недолго он с ним бегал, Шара сразу на размен сыграл, Волдыди тем временем пропушил Пимпа, который находился на китчине, и Фриз, Фриз вместе с Моди вдвоем против 4 игроков, Flipside Tactics, при этом у Фрица веселая позиция, по-моему, Блэйд о ней все прекрасно знает и выходит, и счет как-то, конечно, со стрельбой у Блэйда не заладилось, но у Фрица еще больше не заладилось, так что в этой битве победил, ну, не с качества сильнейший, но капитан команды Flipside Tactics. В Моди остался соло, против 4 игроков F3, засейвит свой ЦЗ, и второй армор, позитив имеется, но негатив, негатива намного больше, просто потому что нет экономики, SK Gaming решили то, что они снова смогут вернуться при помощи Квазибая, который у них каким-то образом должен быть реализован снова, и, ну, так сильно переть не может, Flipside Tactics столько ошибок не делает, и SK Gaming просто-напросто лишились сейчас какой-либо экономики на следующий раунд, что означает, что, скорее всего, мы увидим счет 7-3. Ну, действительно, SK как-то так очень, опять же, они решили, у них один раунд заехал, вот таким, как ты говоришь, Квазибаям, решили просто опять сделать Квазибай, Квазибай, но, к сожалению, для них, и, к счастью, для Flipside, они два раза в одну и ту же воду или как там? Забыл. Не войдешь, нельзя войти в одну и ту же, я не знаю, кстати. В одну и ту же куда-то нельзя войти. Так, ну и что? В одну и ту же реку. В одну и ту же реку, да, Flipside не, в общем-то, хотя пошли на тот же плент, да, но, в конечном итоге, безошибочно отыграли в этом раунде. SK сейчас делает эко, естественно, у моди есть заселенный армор и ЦЗ-шечка, можно попробовать сделать какие-то киллы, подобрать девайсы, зацепиться за этот раунд. Flipside опять идут на B. Flipside очень клево, на самом деле, первую половину, вот, фактически, начала игры, они атаковали плент А, сейчас они меняют свое направление и уже второй или третий раунд подряд идут на плент B. При этом Шара занимает дом, не торопятся Flipside, есть у нас там экшен, вроде как в медле, я так понимаю. Я просто не понимаю, каким образом в 1.6 через решетку виден ствол. То есть анимация ствола, точнее моделька ствола АК-47 была видна сейчас с Фрису, покуда он сидел под решеткой, хотя решетка не была уничтожена. То есть, ну, это, конечно, какой-то тотальный фейл. Ну и в конечном Flipside смещаются, занявши мидл, они смещаются на точку А, тут полностью переиграли они позиционно своих оппонентов. СК вынуждены уже делать ретейк с пистолетами, если это можно назвать ретейком. Шара один в медле, Блейд забирает осилена и Моди убивает Шар. В Орлдд тут же отвечает Моди, контролит он коннектор, делает минус пимп, остается у нас последний Мэджик сбой. Ну и все так, как ты говорил, Flipside 7.3 выходит на счет. Кстати, я тут чекнул лаунж, люди прям вообще очень слепо верят в победу Flipside, 69% на них. Но действительно, наверное, это также связано с тем, что вчера Flipside обыграли этих же, о чем мы говорили раньше, обыграли СК Гейминг и в конечном итоге, наверное, все таки это сыграло ключевую роль в этой ставочке. Ну и я бы, наверное, тоже поставил бы в таком случае на Flipside, хотя, в принципе, нельзя вот прям так утверждать, что Flipside сильнее СК Гейминг. СК Гейминг довольно-таки серьезный коллектив, очень неплохо они играют. Ну, это понятно, что это не топ Дании, все таки есть и Дигнитас, есть и Астралис, но тем не менее, эти парни довольно-таки неплохо играют в интернете. Ну и следующий девайсный раунд, Фриз без АВП, но есть полноценный бай у СК. Я, кстати, не очень понял, почему ни один человек в чатике не пошутил по поводу того, что нельзя войти в один и тот же Молотов дважды, вот, потому что ясное дело должно было быть, должно было случиться, но я следил, честно, так никто не сказал ничего по этому поводу. Magic Boy пушит, тем временем, апартаменты, и вполне возможно найдем там своих оппонентов, потому что тут целых два игрока Flipside Tactics находящихся на андерграунде, в конце концов, он все-таки решает занять более пассивную позицию, Freeze. Мы увидим от него прием к андерграунда, при этом он еще и работает WSAC, который находится на коннекторе, и это довольно интересное движение от Flipside Tactics в этом анде. Вполне возможно, что AC найдет свой фраг здесь, но нет, он нашел на себя, Жор очень грамотно здесь вышел по таймингу, нашел своего оппонента со смоком в руках, смок-то выброшен был, но жизнь тоже выброшена на мусорку, командой здания, тем временем Flipside Tactics сейчас подберут бомбу, посмотрим, куда они все-таки ее понесут, потому что, да, Бонник в конце концов подвигается в сторону WP-лента, это тот вектор, который команда атаки сейчас избирает, и Magic Boy должен будет соло здесь принимать выход от игроков в виде трех игроков, да, трех игроков, Маркелова, Бонника в Ешке, Magic пошел пушить после муута, он тут думал, что его здесь никто не ждет, но его здесь идет Жора, Жора без проблем с АВП, отстреливает своего оппонента, и Чапим тем временем, воу, хотел, хотел стрелять, потом понял, что не имеет особо шанса, Моди убивает Шару, который фейковал соло на Аплант, и Датчане вдвоем против троих Flipside Tactics, которые уже поставили бомбу, будут сейвить свои две Мки, Мку точнее, АК-47. Какие-то печальные раунды от SK Gaming, каждый раз они получают где-то в совершенно непонятных местах на себя опенфраги, и даже несмотря на присутствие в этом раунде девайсов, они все равно ничего не могут противопоставить человеческого против F3, для того, чтобы зацепиться за хоть какие-то раунды на сильной стороне до Миража. Ну и по поводу того, что Жора, я просто объясню людям, что Жора это World Edited. Каждый раз приходится объяснять, что Жора, да, у нас каждый раз практически в каждой игре обсуждение насчет того, что Жора, Гоша, Георгий и Григорий. Flipside Tactics Жора, кстати, очень неплохо в последнее время, ну не знаю, может быть это просто в интернете, но довольно-таки неплохо. он начал попадать и уже как-то просматривается стабильность, потому что еще какое-то время назад я реально честно утверждал бы то, что этот парень действительно нестабилен. Ну и вот мы видим, что Flipside, кстати, кроме того, что вчера обыграли SK, в последнем матче ESL Pro League они также обыграли Mozov. Две карты у них выиграли и также забрали шесть очков, которые, в общем-то, должны помочь им сохранить жизнь в этой лиге. Бондик играет соло на коврах, Flipside сосредоточены сейчас ближе к точке B, но опять же ждут два игрока агрессивный поджим в медле, может быть, надеяться на то, что SK отыграет довольно-таки агрессивно, но мы видим, что SK не торопятся, два игрока в медле, один в упоре на B и два на точке A, и Flipside потихонечку и очень медленно начинают выдвигаться. Я, честно говоря, не очень верю, то, что F3 будут продолжать обузить бэк-плэнд, это уже будет как-то совсем наивно, и с другой стороны, SK Gaming все еще пытается усиливать мидл и ап-плэнд, все еще отдавая, правда, этот мид, особенно через open frag, который оформляет F3. Что касается фриза, тот с каутом чекает эндерграунд, но выходить, воевать против верхнего мидла он не хочет совершенно. Шар тем временем как раз-таки ждет появления головы кого-либо на виндоу и пимп дропается с апдауна, двигается в сторону Magic Boy на усиление апартаментов, и именно отсюда пока что Маркелов вместе с Волд Эдитом делали фейк, раскидывая туда флешки. Волд Эдит пытается еще кого-то найти, но бомб на самом-то деле побежит на А. Да, именно так оно и действует, именно так оно и работает. Моди причем пропушила яму, AC сидит здесь на планете, и очень-очень много работы на AC сейчас будет положено, если он в конце концов с ней справится, то может быть СК Гейминг зацепится за счет Шара, выходит, AC ломает Шаре лицо, Моди тем временем отрабатывает Маркелова, и это ситуация 3 в 4. AC и еще фраг на Бондика, вместе с Фрисом они оформляют Блэйд между двух главок ужаснейшей позиции, Волд Эдит остается соло против 4 игроков СК Гейминг, и вроде бы все только что было не так уж плохо от F3, они вроде там делали какие-то фейки, обманули оппонентов, но мы видим то, что СК Гейминг уже были в настолько далеких, глубоких позициях на Апланте, а их не ожидали там увидеть, и Моди особенно, и в общем-то AC тоже справился замечательно со своей позицией, и что касается вообще движения СК Гейминг, никто в конце концов не двинулся с Апланта, они все сидели там, где и должны были быть изначально, и Flipside Tactics не удалось каким-то образом обмануть оппонента. Ну и там два игрока на самом деле находилось на Апланте А, и Flipside просто заходили в основном через коннектор, и получилось так, что Силин, который сидел в нычке на Апланте, очень долго там просидел, услышал, что устанавливается бомба, Шара пришел его убивать, но умер. При этом Flipside очень круто развели на точке B, сместилась хелпа туда, три игрока находились как раз ближе к Апланту B, но в конечном итоге мы видели, что ретейк произошел очень круто для СК, и они взяли раунд после четырех подряд от Flipside. Flipside опять играют медленно, контролят сейчас мидл, Бандислав опять же играет соло на коврах, а мне кажется, что нужно менять этого человека на этой позиции. Он, мне кажется, намного может быть более эффективным на других точках, а очень часто он сидит, отыгрывает на коврах и очень долго ждет момента, чтобы себя реализовать. Flipside уже готовы через коннектор Шара с Блэйдом, а тут еще и будет буст в окно, судя по всему. Да, и причем Pimp с Фрисом они будут полностью контролить этот момент, Pimp дает информацию, Фрис сейчас придет и минус Блэйд, нет, не получается. Стрельбой и Фриса совсем в этом раунде. Pimp тем временем выходит с апдауна, в контроле джангл, начинает спрейт, но там уже лежит смок, он ничего не видит, Аси с Моди вместе законтролили выход с ямы, законтролили бомбу вместе с ней, Маркелов вместе с Волд Эдитом погибли, Модов, откидывается Моди, 19 хп, и Блэйд не справляется с стрельбой, он был тоже лох-хпшным, таким же, как и Моди, но в конце концов мы видим, СК, замечу, кстати, что Эси сейчас с тремя фрагами до предыдущего раунда не имел ни одного, и наконец-то начал стрелять, и его стрельба начала хоть как-то отдавать сейчас те самые дивиденды, те самые раунды, которые СК-геймин должны забирать на сильной стороне до Миража. Ну и неплохо, на самом деле, двигаются флипсайды, довольно-таки четко у них все происходит по тактике, но в какой-то момент СК принимает довольно-таки правильные решения, вот только что эта яма, которую очень вовремя подпушили моди, по-моему, с Осилинами, если я не ошибаюсь, и они вот сделали ключевой минус, выбили бомбу и заняли очень важную позицию от всех остальных игроков флипсайда, просто перестреляли. Гоша находит в медле фриса, ошибочка от датского пассажирчика, это может быть проблемка, Осилин откидывает гранату между, он сейчас как раз контролит ковры, там где находится бондик, ну и флипсайды контролят виду, бомба в коннекторе, пимп, врывается с дико, забирает блейда, размена нету, очень хорошая работа для СК, и пимп делает второй минус, найс, для пимпа, и убивает Осилин еще и ворлд Эдита, рассыпаются флипсайды в этом раунде, и если отдают этот раунд, то в следующем денег точно нету, и соответственно, СК может выйти на очень хороший для себя счет. Бондик забирает Осилина на точке А, а также еще нужно Маркелову забрать бомбу в медле, при этом Мэджикс Бой до сих пор находится на Б, а пимпы и модди, при этом у пимпа 4 хп, и он уже сделал два минуса, ну и Маркелов. Маркелов соло очень неплохо играет, он может попробовать здесь навешать люлей. Ну может, на самом деле, вот эти действия пимпа, капитана команды СК Гейминг, также именно сутенером были сделаны, дали по сути все три фрага, которые сейчас имеет СК Гейминг, потому что даже последний фраг Волд Эдита, который напрямую к пимпу не относился, он относился косвенно, потому что именно Волд Эдит смотрел в тот момент шорт, получая себе в спину пули оппонентов, которые вышли уже с Аплант А, тем временем, Бондик откидывает молотов, Кищен пытается законтролить Б, однако мы знаем, что на Форесте сидит Мэджик, и это очень опасная позиция, которую он может открыть, в конце концов, Бондик выходит спиной к Муди, разворачивается на 180 градусов, откидывает голову, и это пимп с четырьмя хп, и капитан команды, СК Гейминг должен сделать здесь нереальное количество заданий, при том, что нет никаких раскидок, у него, правда, есть кусачки, и 4 хп, и вера в себя, и вера в Данию, и крест красный, Бондик погиб, Маркелов 9 хп, обходит здесь своего оппонента, в конце концов, пимп, Что? Квадрокилл в этом раунде? Пим? Камон, как так? Что сейчас было? Вот это горение. Да. С четырьмя хп сделал только что клатч 1х2 при поставленной бомбе. Это просто невероятно. Очень крутая игра от знаменитой свахи из Дании. При этом он еще, помнишь, в Зиге сделал два минуса. То есть флипсайды, ну, вообще стопроцентная ситуация для того, чтобы взять раунд и не проигрывают пимпу, у которого 4 хп. Ну, это, конечно, печаль беда. Но из-за того, что установили бомбу, по экономике все стало для флипсайд немножечко получше. И все-таки по деньгам они имеют полноценный бай. Посмотрим, как они смогут этот полноценный бай реализовать. Если брать то, что у них, правда, нет снайперской винтовки и раскидок тоже нету. Поэтому полноценным назвать его сложно. Но все же шара погибает. И таким образом флипсайд тактика остается еще и вчетвером. И датчане, мне кажется, завершат этот раунд уже просто в позиции победной. Потому что мораль явно на их стороне. Окончание довольно крутое. Три раунда подряд вполне возможно будет четвертый. И, конечно, действия пимпа это просто что-то с чем-то. Причем я давно не видел, чтобы пимп так круто стрелял. Обычно у них исполнители хорошие. Это мэджик, там моди. Тоже самый фриз, неплохой снайпер. Ну, он и в Team Dignitas оставался пимпом. И все же не был там звездочкой какой-то. Он просто сутенер. Ничего не сделаешь. Он капитан. Он тот человек, который вроде как координирует. И делает это довольно неплохо. Но что касается того, что как только Team Dignitas начали чистить состав, они зачистили именно пимпа первым. Убрали его. А потом уже изменяли всех остальных, кто там остался и кто в конце концов ушел. Валдидит тем временем открывается. Шорта. Пимп 24 хп. И он откидывает головы. Блейд открылся на коннекторе. Нашел Эйси. Эйси лежит мертвым сном. Почил Бузиня. Фриз тем временем с ВП. Играет против Блейда. Неплохо. В клоус дистанции. Маркелов на размен вышел. Разобрался со снайпером команды СК Гейминг. Нужно еще вытащить людей из Дельпана. Зонировать при помощи Молотова. Подставить бомбу. И Маркелов подкидывает моди. Пимп отвечает на Маркелова. Остается один Бондик. Бондика сшивает еще и Мэджик. Таким образом СК Гейминг берет последний раунд. И заканчивает первую половину не так плохо, как она начиналась. 8-7. И все равно Flipside Tactics выиграли на слабой стороне. Чем их и поздравляем. Время. Ну да, неплохо. На самом деле Flipside очень хорошо атаковали. И в некоторых раундах просто не заехало. В целом, очень, ну, довольно-таки уверенная игра от террористов и от Flipside Tactics в целом. Классно парни двигались по карте. Все. Ну и вот мы сами видели раунд против Пимпа. Но это, конечно, ну, я не знаю. Это какой-то невероятный расклад. На самом деле, четверых, вернее, с четырьмя ХП уработал двоих. В конечном итоге четверых. И этот раунд, ну, да. И вот по поводу того, что ты говоришь, Дигнитесь, когда начали чистить, видимо, Пимп, поскольку являлся капитаном. Ну, а вот есть такая теория, да, о том, что капитан, как правило, стреляет хуже всех и слабее всех. Но, например, можно взять тех же Flipside, у которых есть Blade и который вроде как тоже возрастной игрок. Ну, я не знаю, правда, сколько там Пимпу лет, но... Пимпу мало, как и всем там. Ну, там 20 с лишним. Да, но так в любом случае Blade, тот же Blade может взять такой же раунд. Вот буквально, я не помню, на Кобле мы смотрели, против кого это было. Он тоже очень жестко взял. Там Flipside отлетели с очень сильным счетом. Я не помню, против кого они играли. Но Blade там также взял раунд 1 в 4 или 1 в 3 и в конечном итоге 4 убил. То есть я к тому, что очень часто просто... Ну, да, есть действительно моменты рабочие, когда ты должен просто на своей позиции убойной сделать минус по-любому, дать инфу и выжить. А есть просто ситуация, вот как только что была, которую мы наблюдали, когда нужно просто вот грамотно отыграть. И стрельба твоя, на самом деле, ну, то есть он же не поставил там 4 хедшота. Он просто отыграл очень жестко в плане индивидуальном. То есть он отыграл по скилу очень хорошо. Начинается у нас пистолеточка SK Gaming за атаку. 7 раундов у них есть в активе. В общем-то, счет довольно-таки ровный. Если сейчас возьмут пистолет, то, естественно, все будет для них очень хорошо. Ну и двигаться на точку B. А тут у нас всего-навсего 2 игрока. Как по дефолту, можно сказать, от Flipside. Так, Шара играет с огнем. Очень-очень интересное решение по вопросу, кстати, за попалблейды. Ну ладно, давайте посмотрим. Шара минусует двоих. Пим подвещает на Шару. Волд и Ди. Это неплохая стриба по эйси. И таким образом ньюспики, как всегда, выигрывают. Все очень просто, на самом деле. Выход от SK Gaming был тотально провален. И к вопросу о том, что в F3 в этом раунде закупились тремя арморами. И два игрока в виде Шара и Блейда имели... Ну, один диффуза, это понятно. Но Шара имел молотов вместо того, чтобы покупать себе армор. Все это задумки, видимо, от Блейда личные. Потому что я давно уже не видел, чтобы было только 3 армора, а не 4. Хотя, может быть, опять же, я не сильно там слежу. Но лишние раскидки довольно неплохо сейчас помогли флипсайд Тактикс. Этот огонь был явно очень и очень важным. Что касается SK, им приходится играть с пистолетами, правда, без арморов. И если они поставят в этом раунде бомбу, то у них будут более-менее адекватно играть на следующий раунд. Волд и Дид. 53 хп у него остается после точного выстрела Magic Boy с Дезерт Игла. Фриз, Миссис Моди вдвоем начинает буститься. Волд и Дид должен принимать такие штуки. Конечно же, читает от начала до конца этот момент. Блейд выдвигается с Фамосом. В очень интересной позиции находится капитан команды F3. Убивает одного, можно было проспрейти второго. Но он понимал то, что если выйдет слишком далеко, то может получить и по щам. Улд и Дид выходит на размен сразу же. И сражается против еще и Эйси. Эйси погиб. Фриз остался соло. Против того, как Пим потерял свою собственную жизнь. И 10-7. Это два раунда подряд на второй половине. Пока что начало довольно неплохое для команды из СНГ. Посмотрим, что представит датчане. Но не в этом уже раунде, а в последующем. Ну и естественно у нас еще один эко-раунд для СК. Тут парням нужно... Ну, опять же, как всегда, задача максимум установить бомбу. В флипсайде все хорошо, естественно, по деньгам. Тут WorldEdit играет с ОМПшкой. А это говорит о том, что скорее всего в следующем раунде... Ну, если в этом не будет много проблем, то, конечно же, он возьмет АВП. Есть гранаты от СК, раскидочка и 4 выход ковров. Приз, смесь с антиммейтами движется Бонни, хорошо спрейд. Убивает еще и Мэзик Боя с Молотова. WorldEdit расправился с Моди и Боя отвечает еще на ИС. Это квадрокилл для капитана команды Флипсайд Тактикс. Хорошо поправил свой фрагстат сейчас. У него уже 19 киллов. Это топный фрагстат на карте. 14 в Е, 11 у Шара, Маркелов 14, и Бондик 12. Стоит, это, наверное, одна из редких карт у Ф3, когда фрагстаты всех игроков более-менее близки друг к другу. Обычно кто-то проседает. Либо Шара, либо Маркелов обычно. Но и Бондик так низко тоже обычно не сидит. Он там на первом, на втором месте в среднестатистическом плане. Что касается СК Гейминг, у них надо подняться немножко эйсин. Давайте посмотрим сейчас тот самый момент, когда нужно это делать. Потому что у СК Гейминга имеются девайсы. И если они проигрывают этот раунд, то девайсов снова не будет. И снова придется выходить на экономический. Что означает, что Ф3 выйдут на счет 13-7. Это будет совсем не то, что хотелось бы дать чанам. Какая хорошая ХЕшка только что залетела. Прямо она в карман упала пимпу. Минус 50 хп. Отличная работа от кого-то из игроков флипсайд. Ну и флипсайд отдали полностью мидл. Нет контроля над этой картой. У нас единственное, что есть два человека в коннекторе. Блейд и Ворлд Эдит. И при этом мы видим, что СК как раз контролирует мидл полностью. Совершенно непонятно, куда они сейчас пойдут. Но пытаются они как-то вычислить своих оппонентов. И понять вообще, куда им лучше сейчас двигаться. Маркелов играет в будке возле лестницы. И судя по всему, к нему пока СК Гейминг не собирается. И СК сейчас... Вроде есть контроль мидла, но совершенно непонятно, куда они пойдут. Только сейчас у нас приходит Моди за бомбой. Забирает ее и судя по всему пойдет на Б. Ну и скорее всего это будет зажимчик. Три плюс два через зиг и мейн выход на Б. Хорошая позиция у Блейда и ВЕ. Точья она немножко свеженькая. И вот мы видим то, что из этой позиции просто Блейд не смог уйти. Зато Жора размеивает на айси. Маркелов тем временем убивает двоих. Пимпа и Фриса. Моди вместе с Мэджик Боем вдвоем на апартаментах. Вместе с бомбой выдвигается в сторону Б-понта. Но им придется убивать четверых. Шара. Приемка вместе с Маркеловым удалась. И остался только Моди. Моди, дорогой друг, что же ты сделаешь? Ничего он не сделает. Такиморзо Маркелов в этом раунде оформляет минус 3. 12-7 становится счет. СК Гейминг довольно долго стояли на миде. Но в конце концов вообще ничего не удалось по выходу на Б-плэнт. Что касается Flipside Tactics. Они, кстати, довольно рано потратили свою ютилити на удержание противника через Смок и Молотов. Но в конце концов мы видим то, что им это совершенно не понадобилось. То есть Маркелов здесь стоял насмерть. И Пимп и друзья сейчас вынуждены играть через пистолетики. Что означает, что скорее всего они дают и этот раунд. И, как я уже говорил, Flipside Tactics могут выйти на 13-7. Ну и Маркелов в прошлом раунде отличных 2 хэдшота в будке. Он убивал, правда, обоих в спину. Но обеих начать... Обоих, обоих, обоих убивал. Убивал в спину. И вот несмотря на то, что СК Гейминг вроде как навязали в мидле размен, но Марик убил обоих в спину. В голову. Посмотрите, как сейчас СК Гейминг заставляет своих оппонентов тратить дабл Молотов на то, чтобы не давать СК Гейминг выйти с интерграунда. Притом, что они там стояли, конечно, паровозиком. Блэйд, в конце концов, пришел и убил Фриса. Хотя он мог уже сделать это миллиард лет назад, но это не факт. Это не важно. Важно то, что СК Гейминг сейчас бегут вместе с Бомбой на Аплэнд. И Блэйд вместе с Бойником будут вдвоем сидеть и принимать. Самый главный вопрос только в том, что... Шара нашел еще и Моди. Таким образом, второе МСК. Пейковал Моди на Б1. И в конечном итоге мы видим, что СК в 3 человека, оставшихся, будет сейчас выходить из ямы. Бондик тут играет на Делп, он откидывает огонь на ковры, ХАЕшечку и Блэйд трупает ему. Отличная работа от Капитана. 3 минуса за Андрюшкой Городенским. В конечном итоге 4, да. Он продолжает пополнять свой фракстат на халявных раундах от СК Гейминг. Но что остается совсем печальным, так это то, что интриги пока что никакой нет. Мы помним то, что Flipside Act вчера разобрались с СК Геймингом на двух картах. На Коблстоуне и ДКэше со счетом 16-8 и 16-12. И сейчас 13-7 это довольно похожий счет. Так что пока что как-то не сжется интрига. Хотя хотелось бы, но опять же не ставочником, а тем, кто любит просто красивый Counter-Strike. Блэйд вместе с Бондиком вдвоем принимает Аплент. Блэйд спрейд неплохо. Минус 1 с огней. И второй пим был потрачен просто-напросто между двух главок. Фриз вместе с Мэджиком вдвоем про 4-х игроков Flipside Tactics. Мэджик Бой выходит фронтменам, давая возможность Фризу здесь сделать свои фраги при помощи большого зеленого оружия. Но проблема в том, что Flipside Tactics без проблем сейчас занимает все точки на Апленте. И отрабатывает 1x1 Мэджик Бой, а теперь скорее всего еще и Фрица. Да, с Фрицом тоже было покончено. Flipside Tactics празднует 14-7, что означает, что скорее всего они возьмут еще следующий раунд. Хотя нет, стойте, у СК Гейминга есть даже закуп какой-никакой. Правда, не очень приятный будет этот закуп, но они в любом случае выйдут в All-In тут 100 пудов без вариантов, потому что, ну а что еще делать? Ну и получается медленно у них играть, на самом деле, у СК Гейминга. Мы видели, что они только что сделали, они решили просто запушить точку А. В итоге Блэйд сжег одного, одного просто покарал, ну и там все очень четко для Flipside. Сейчас СК занимает мидл, пытается довольно-таки быстро занять Зиг. Судя по всему, это тактика 3 плюс 2 Б, потому как 3 игрока находятся уже перед выходом на Б и 2 пытаются все-таки пропушить Зиг. Шара, приемка апартаментов, здесь целый набор из трех солдат из Дании. Откидывает он, правда, молду, совершенно ненужный, причем смог, он даже стынет. Волдыдит, даблкил, триплкил на пимпа, дальше, дальше разруливает ли... Ооо, он поймал свою волну, сейчас минус 5 в этом раунде. Эйс от Flipside Tactics, от Жоры или Гоши. Опять же, кстати, мне там говорят, Митя не называй, точнее, Дима не называй Гошу Жорой, ведь ты же не Митя, а Дима, так вот я и Дима, и Митя, и я называю Волдыдитой, и Гошей, и Жорой. А Джорджия, на самом деле, это не штат в Америке, а это просто Грузия, да. На самом деле, это и то другое же. Ну да, я знаю, но это вот к тому, что Жора и Гоша, так это вот как Джорджия и Грузия. Да, да. Поэтому будете знать теперь, что в Америке есть такой штат Грузия. Ну и СК Гейминг опять начинает попытку взять раунд. Контроль от Middle, Моди забирает уже на Ад Блейда. При этом есть Бондик на коврах и WorldEdit, который играет на хелпе. Марик под флешечку пытается вычислить кого-то в зиге, у него не получается. А СК контроль от Middle, при этом есть Мэджикс Бой перед Б и Моди, который играет на коврах. WorldEdit сейчас возле коннектора, может забирать Эйс или... Да, все-таки Эйсилин его перестреливает и Бондик у нас поджал уже яму. Не знают, кстати, СК Гейминг о том, что он здесь. И вот Бондик, если сейчас делает килл второй, то он может флипсайды взять раунд, но будет крайне сложно. Бондик в яме. Это вообще неплохая позиция, хотя, я так понимаю, Моди предполагает, откуда придет Бондик. Нет, в конце концов, он ничего не знал. Но Бондик оформляет еще и минус второй, сравнивая шансы для Маркелова и Шара. И сейчас должны воспользоваться этим флипсайд тактикс. Точнее, Маркелов дропается на Мэджик Бой, а магический мальчик справляется. Здесь и Шара должен уже будет один против двоих разрулить эту ситуацию, хотя это далеко не самая позитивная штука для него. И сегодня у него не получается стрельбой. 13 фрагов, самый низший фраг стат в своей команде. И, ну, не то, что мы от него ничего такого не ожидаем, все-таки это Шара, но Шара может и получиться. Вдвигается на сторону коннектора, пришел к нему Мэджик Бой, расслабил его при помощи стрельбы. 15-8. СК Гейминг все-таки цепляется хоть как-то на второй половине, хотя бы за один раунд. То есть, просто отдать все раунды на второй половине было бы довольно печально. Здесь хотя бы один получился. Хотя это все еще, конечно, совершенно не тот же результат, который должен устраивать датчан. Но мы все прекрасно с вами понимаем, что это уже постепенно окончание европейского дивизиона. И ни СК Гейминг, ни Флипсайд Тактикс все равно никуда не выходит. Поэтому эти матчи, единственное, что решают, это позицию. А с позицией решается небольшая сумма денег. Разница там буквально 1-2 тысячи за одну позицию в европейском дивизионе. Ну и главное, на самом деле, даже не деньги, а главное сохранить место на следующий сезон. Фриз уже забирает игрока Флипсайд Тактикс и начинает СК в большинстве. Один раунд они взяли, сейчас могут взять еще один. Но мы видим, что уже Флипсайд, конечно же, ничья. И довольно-таки поздно начали камбетчить СК, если они вообще собираются камбетчить в этом матче. Шара играет один на Б, при этом большинство игроков СК находится в медле. Бомба находится черт знает где. Только сейчас Моди понял, что нужно за ней вернуться. И Маркелов уже забрал в этом всем экшене. В медле Фриз обрывается и делает минус пимп. Отличная работа от Евгора. Найс. Мэджик Бой видит Чела в доме. Чел в доме это Шара. Откидывает огонь в мидл. И меняет свою позицию. Ну и вроде как были в большинстве СК. Ну и на ровном месте потеряли двоих игроков. Моди выходит на точку А. Забирает он Бондика. Бондика оставляет 10 хп. Селин забирает Блэйда. В общем, все плохо для Флипсайдов. Но есть живой еще Маркелов и Шара. И вот Шара на самом деле должен был делать минус. Но все-таки не заехал. А Селин его забирает. Марик остается один. Ну и Марику по-хорошему нужно думать над сейвом. Мама, мама, у меня чел в домике. Маркелов. 34 хп. Шарт смотрит на А5. Опять же, Маркелов сделал невероятный объем работы. Очень-очень грамотные тайминги выхода из смока. И все-таки поймал там пимпа на отходе. Что касается остальных игроков в Липсайд Тактик. Совершенно ничего не получилось. Хотя долгое время они удерживали СК-гейминг на миде. И замечательные смока лежали. Но в конце концов им это не помогло. И Маркелов теперь должен один разрулить ситуацию 1 в 3. При этом у него 34 хп. Нет раскидок. И это довольно печальная для него ситуация. И только халява. Причем у него еще один из патрон есть. И нечем перезарядиться. Но он может, правда, сейчас взять, например, лежащий рядом девайс. Нет, он решает то, что стоит вообще просто отступить. Далеко и надолго. Потому какой смысл здесь вообще что-либо пробовать. На самом деле это камбэк Израэль. СК-гейминг, теоретически говоря, могут засыпиться. И могут камбэкнуть. Если Липсайд Тактик будет продолжать так стрелять. Потому что пока что... Да, там был эйс от Волдугита. Да, вот эти действия от Маркелова. Но мы видим, что если один делает что-то прекрасное. Это в конце концов получается так, что СК-гейминг все равно вытаскивает раунд. Уже два подряд. Не то, чтобы это все еще как-то было критично. Потому что экономика просто шикарная. У Липсайд Тактикс они смогут закупаться и сейчас. И в следующем раунде. После следующего еще под вопросом стоит. Но СК должны рвать и метать. Опять же, вот это состояние на миде. Оно могло для них кончиться плачевно. Но мы видим то, что они в конце концов справились с тем напряжением. И смогли реализовать свои позиции от начала до конца. Ну и слишком поздно на самом деле. СК включились в камбэк. Взяли два раунда подряд. Нужно было, конечно, это делать немножечко раньше. А не после того, как уже семь раундов в защите взяли флипсайды. Выровняли. Вернее, вышли на отличный для себя счет. Шесть матчпоинтов для флипсайдов. Маркелов по-прежнему в зиге. Укрепили точку А игроки команды флипсайд. Втроем они находятся сейчас как раз. Моди, опять же, играет соло на коврах. Ну и вот вроде как сейчас СК должны выходить в мидл. Контролить эту позицию. Ну, по крайней мере, должны начинать что-то делать. Потому как пока все очень-очень медленно от СК. Фимб играет один с бомбой соло. Ну вот тут, судя по всему... Лол. У меня сдох скайп. Что? Сейчас я позову наших на муха. Тем временем у нас все еще стоят на миде. Маркелов. Сэмкей. Все еще смотрит здесь. Вышел обратно. Блэд тем временем выходит на коннектор. Получает здесь смок. Мы видим то, что СК гейминг делает ту же самую тактику, что и в предыдущем раунде. Где они стакаются на коннекторе и двигаются в сторону Апланта. Блэйд должен принимать снова. И в этот раз у него снова не получается. То же самое касается Волдыгита и Бондика, которые ложатся очень-очень быстро на этом планте. И остается только Шара, который после падения Маркелова решает то, что здесь нужно засейвить свой М4. Четвертый спрашивает ухо, что случилось. Все в порядке. У меня просто вылетел скайп. А, у тебя просто вылетел скайп, но мы в игре, правильно? Да, все в порядке. Все-все слышат. И я, в общем, продолжил раунд за тебя. За меня? Ну, ты там просто говорил-говорил. Я вылетел скайп, и я думаю, ну ладно, ну что тебе теперь делать. Значит, возможно, ты таким образом, точнее, скайп таким образом передал мне слово. Может быть, я... Ну, хорошо. Что у нас происходит? СК гейминг, контролируя мидл, и с бомбой заходя через коннектор, и Моди один был с ковров, конечно, в итоге зашли на точку А. И мы видим, что всего-навсего только один килл сделали флипсайды, и пока у них не заезжает по стрельбе, но при этом все хорошо по деньгам. Шара засейвил М-очку, ну, флипсайды потихоньку начинают терять свое преимущество, но, опять же, тут 5 матчпоинтов. Все равно, в общем-то, могут себе позволить еще допускать ошибки, но в целом, конечно же, не нужно доводить до валидола. Очень важно просто забрать 3 очка спокойно, тем более флипсайды уже практически гарантировали себе победу. Все сделали для того, чтобы выиграть эту карту. Нужен последний штрешок для того, чтобы забрать уже этих 3 очка. Ну и SK-гейминг опять начинает медленно, а флипсайды укрепили, опять же, точку А. Мы видим то, что SK хотят снова контролить мидл. Неужели они не научились тому, что одинаковые стратегии могут рано или поздно привести к провалу, потому что Блэд и компания могут научиться их контрить. Хотя, конечно, до этого эти выходы были просто ювелирными. Мы видим то, что все игроки, которые находятся на Апланте, уже несколько подряд раундов валятся без всяких проблем. Причем мгновенно их сбривают. Каждый игрок держит каждую свою собственную точку, за которую он ответственен, и делают здесь максимумы ситуации. Что касается флипсайд тактикс, им, может быть, стоит пересмотреть свою позицию 2 в 3, и, например, встать вчетвером на Апланте, или, там, не знаю, придумать какие-то поджимки. Может быть, попробовать зарашить на миде. Ну, короче, какие-то ранние агрессии и ранние ивенты привнести в игру для того, чтобы разнообразить свой перформанс. Что касается СК Гейминг, те выдвигаются с ямки, здесь будет принимать Бонди к лоус-дистанции, и мы видим то, что Фриз вместе с Моди будут пытаться сражаться против него. При этом Блэйд в упоре принимает коннектор. Это, кстати, другая уже позиция от него. В предыдущие разы он постоял на Апланте. Его флэшат, но не выходит в этот флэш. Бонди, тем временем, убивает Фриза. Эйси все-таки справляется с позицией на коннекторе. И Бонди из-под парапета убил одного, но его сразу же разменяли. Волдидит Жора, убивает Мэджик Боя, успевает уйти из-под стрельбы оппонента. Всем временем Пимп достает гранату, но в этот момент Маркелов очень грамотным таймингом сбривает своего оппонента. И Моди остается соло против трех игроков в Липсай Тактикс. И это фраг на шару. О, мой бог, какой же красивый шок. Но в конце концов Маркелов доводит дело до конца. И это 16-10, да? 16-12? Нет, 16-11. 16-11, боже. Я был между ровно. Ну что ж, 16-11, и мы отправляемся на вторую карту буквально через несколько мгновений. Я думаю, минут 5 это потребует. И будем смотреть с вами Детрейн с такими же командами. Напоминаю, что это два отдельных Best of 1, которые никаким образом не влияют друг на друга. Не переключайтесь! Ни в коем случае. Ни в коем случае.